Привет, ютуберы! У нас сегодня морозяка был под тридцаточку ночью. Сейчас надо в город поехать. Прогреваю машину. Еле провернула двигатель. Пока прогревается, расскажу вам интересную историю. Очень многие мне пишут, спрашивают типа, скажи расценки твои на работы. Или там пришли, чтобы сориентироваться своим заказчикам выставлять. Как вот на это? Однозначно ответить не могу. Они, естественно, есть, эти базовые расценки. Но, разумеется, все работы они всегда нужно считать по факту, что делаете, как и трудности этих работ. Давайте я вам сейчас расскажу про самую дорогую сварку, которую я делал. Муфта всего лишь 8 волокон. Мы за нее взяли 40 тысяч рублей. Как дело было? Отвалилась одна подстанция. Энергетики звонят, говорят, надо починить. Приехали на подстанцию. Она от моего дома 100 километров находится приблизительно. Там 100-110 где-то так. Приехали, померились. Где-то полтора километра от подстанции обрыв. Вышли, посмотрели. Горело поле. Весной дело было. Поджигали. И пламя поднялось. Ну, видимо, опора была вся заросшая. И был очень хороший огонь. Пламя поднялось. И муфта сгорела. Она там в ящичке была снизу запихнута. Я уже не знаю. Электротехнический ящик. В общем, так. Для отмазки, видимо, повешали. И муфта, могушка длинная. ССД, который делает. И такое ощущение, что она была просто изолентой замотана, не на термоусадку. И пламя, видимо, нагрело все это. И сама муфта из колбы выскочила. Упала на землю и сгорела. От муфты остался один металлический вот этот каркас, на который кассета крепится. Ну, и концы кабеля висят где-то метра, наверное, по два от земли. Я их достаю руками. Соответственно, как такое починить? Делать вставку. Посмотрели мы пролеты вправо 200 метров, влево 200 метров. Подъехать вплотную нельзя. Там пешком шли, не знаю, километр, наверное, через железную дорогу. Объезд очень далеко. И так как по весне все это дело было, грунт очень мягкий. Мы шли и под нашими ногами мох так проваливался. И я понял, что сюда ни на легкой машине, ни на тяжелой, ни на чем не проеду. Поэтому все надо будет пешком. Соответственно, все эти работы по вставке, они отменялись. И мы так подумали. Я говорю, а давайте сделаем на опоре, на самой, там где-то в 6 метрах сверху, первый пояс армирующий. Там уголки стоят. Ну, таким образом, что в них можно внутрь доски положить. Ну, вроде как, давайте сделаем. Вот, идет человек, которого жду. Давайте сделаем. Вернулся домой. Смотрите, уже 200 километров проехал. Да это лед, залазь. Что делаем дальше? Дальше ребята едут, дальше ребята едут, я не знаю, где они убрали этот, горбыль на лесопилке. Везут туда на опору, лезут и делают настил. Делают такое место, чтобы можно было туда со столиком, с палаткой залезть, потому что дует очень сильно. Поднять туда сварку. То есть, они еще 200 километров проехали. Вот мы еще нифига не делали, уже 400 проехали. Потом, что получилось? Потом мы ездили, допускались на эту линию официально. РЭС и сети находились очень далеко, где-то 170 километров от нас. То есть, мы туда съездили, потом в город. В общем, порядка 500 километров намотали еще, чтобы допуститься. Ну и, соответственно, четвертый день мы поехали делать эти работы. Еще 200 километров. В итоге я считал, что это около 1000 километров мы проехали, чтобы починить только одну муфту. Ну и плюс сама муфта. Да, вот мы приехали, залезли на опору. Ребята меня там пытались, какие-то кофты снимали, чтобы ветер не дул палатку. Мы не стали туда ставить, потому что, посчитали, что так сделаем. Сделали, естественно. Уехали оттуда, настил там оставили, не стали разбирать. Вот там энергетики, которые поедут, линейщики обслуживать, они, наверное, удивились. Давно это дело было, лет, наверное, 8 назад или 7. Ну вот и смотрите, да, 1000 километров проехали, 4 дня потратили. Всего лишь 8 сварок. Ну, по минимуму взяли там все же эти расценки энергетиков. Они идут там по всем этим справочникам, феры там. Сейчас как-то иначе. Ну, тем не менее, считали, считали. Самые максимальные коэффициенты вытащили, все, что можно, добавили, насчитали там на 40 тысяч. Конечно, ну, знаю я так, что будет такой геморрой, может быть, и не согласился бы на такую работу. Ну, вот смотрите, 8 волокон, 40 тысяч, да, поделите. Ну, по 5000 за волокно, за стык получилось. Разве где-то так поварите? Ну, конечно, нет. Поэтому все эти работы, да, нужно, естественно, смотреть от сложности, там, от инфраструктуры, можно ли подъехать, а там уже считайте. Естественно, если вас приглашают куда-то на большой дом, там узел какой-нибудь, пон на 1000 портов поварить, там, естественно, можно и по минимуму зарядить, чтобы заказчику было не напряжно и самим в плюсе остаться. Ну, естественно, в минус-то работать никто не хочет. Вот. А когда вам нужно, блин, проехать 1000 километров, еще что-то сделать, ну, понимаете, тут ни о каких там 300, 400 и 500 рублей сварки, естественно, не идет. Поэтому вот такая вот тема есть у меня. так вот я расценивал базовые цены, от которых нужно отталкиваться. Если кому-то интересно, пишите, пишите в Телеграм. Кстати, заходите, я сделал Телеграм-канал, называется Планета Волс. Там я публикую всякие интересные новости, которые нахожу в Ютубе, преимущественно, всякие видеоролики с разных стран, как люди занимаются сваркой, монтажом, да и вообще строительными работами. Там же дополнительно есть чат. Там можно зайти и пообщаться с другими специалистами. Мы там обсуждаем различные интересные темы. Я думаю, это интересно. У нас в Рунете таких чатов практически нету. Может быть, один-два и все. Но у нас более серьезные темы обсуждаются. У нас и специалисты у нас крутые в чате. Заходите. Продолжение следует...